Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговор по чесноку». Я и ведущий Роман Полинсков. Сегодня мы будем говорить с настоящими химиками, с профессорами и с студентами этого прекрасного химического института, который находится у нас в Казанском федеральном университете. Сегодня у меня в гостях Борис Николаевич Соломонов, профессор, зав. кафедры физической химии. Борис Николаевич, добрый вечер! Здравствуйте! И Михаил Ягофаров, студент третьего курса химического института. Михаил, вам тоже добрый вечер! Добрый вечер! Ну что ж, прежде чем мы начнем беседу вместе с вами, я хотел по отдельности познакомиться лично с каждым. Борис Николаевич, хотелось бы узнать, почему вы сами ранее выбрали такую наукохимию? Ну, рядом с нашим домом был дворец пионеров имени Гайдара. И там был химический кружок. Ну, химия, вообще-то говоря, наука такая интересная, там всегда что-то горит, вспыхивает, что-то окрашивается при сливании, переливании. И мы с ребятами пошли туда посмотреть, что там такое. Ну, нам этот кружок вел студент, студент третьего курса химического, нашего химического факультета университета. И мы потихоньку начали увлекаться все больше и больше. Но потом, в 1962 году была Олимпиада. Была Олимпиада, я тогда был восьмиклассником, а выступал за девятый класс. Олимпиада городская была, первая городская Олимпиада юных химиков. Ну, я, насколько помню, ничего там я не занял. Вот, но в 1963 году состоялась первая республиканская Олимпиада юных химиков. И вот там я выступил успешно, выиграл эту Олимпиаду. Ну, и после этого все началось. Началось интерес такой, шел у меня уже к науке, к химии через Олимпиады, подготовка к Олимпиадам. Ну, кстати, я учился в школе, которая специализировалась на токарях, слесарях, по выпуску токарей, слесарей и фрезеровщиков. Это Миша у нас в физико-математической школе учился. А я учился токаря, слесаря и фрезеровщики. Даже называю токаря. Но, надо сказать, там тоже было связано с химией. Я первую зарплату, нам платили зарплату, первую зарплату я потратил, это было 5 рублей. Столько стоил большой учебник Паули Карлера органической химии. Вот, таких больших размеров. Так что первый свой заработок я отнес в книжные магазины, купил себе Паули Карлера. Ну, Олимпиады, все это так страшно увлекло. И это уже, будем так говорить, это же, мы будем, когда мы говорим об Олимпиаде, это тоже состязание. Ну, кто-то играет в шахматы, кто-то прыгает, бегает. Ну, а вот здесь состязание юных химиков. Ну, и когда появляются какие-то успехи, ты начинаешь, естественно, воспринимать себя уже как-то профессионально, ориентироваться по линии этих успехов. Ну, вот, дальше. А дальше большую роль сыграл Казанский университет. Ну, как я уже сказал, я был слесарь, третий разряд получил. Вот, и где-то с середины, с середины десятого класса к нам пришли девочки с химического факультета. Вот, и их тоже проводили у нас в школе занятия. Их попросила, моя учительница попросила обратить внимание. И тогда, вот как раз для меня переломный такой момент в жизни был, тогда меня они привели на химический факультет, на кафедру органической химии. Сменили мне практику. Ну, то есть, у нас была практика токаря, токарь, слесарь и фрезеровщик. Вот, а теперь нам сменили на практику лаборант. Я стал химиком-лаборантом. И вообще, в определенном смысле, я могу искренне сказать, это не для красного словца, вот именно этот момент, когда я пришел на химфак и стал заниматься на кафедре органической, это являлся переломным моментом в моей жизни. Все, я уже определился с выбором профессии, отношению к учебе, все сменилось. И в этом смысле я и сказал, что меня вначале создал университет. Ну, а теперь, Михаил, вот тот же самый вопрос, почему именно вы выбрали химию как науку? Ну, у меня воспоминания не такие давние, все-таки недавно я ее выбрал. Собственно, в химию я пришел именно из олимпиад, потому что в течение всех школьных лет я участвовал в разных олимпиадах, и в большинстве олимпиадах с довольно хорошим успехом, но наибольшие успехи меня ждали в восьмом классе на олимпиадах по химии. К тому же у нас сразу несколько человек заинтересовалось олимпиадами, то есть у нас сложился кружок людей, и в школе мы занимались. Довольно интересно было в восьмом классе, просто решать задачи. А в конце восьмого класса была олимпиада в университете. Там я победил. По итогам этой олимпиады отбирали людей, которые дальше должны были более усиленно заниматься химией. Потом я пришел к Борису Николаевичу. Борис Николаевич сразу начал меня наставлять, как нужно заниматься олимпиадой. Я сказал, что есть задача на завтрак, обед и ужин. Я это запомнил хорошо. Ну и так и пошло. После этого продолжились успехи в разного рода олимпиадах. Параллельно уже с девятого класса я начал сдавать экзамены, потому что я довольно быстро понял, что, скорее всего, я свяжу жизнь с химией и свяжу жизнь с Казанским университетом. Поэтому я победил дальше на Всероссийской олимпиаде, еще раз на Всероссийской олимпиаде. На Международной олимпиаде взял серебро. Съездил на студенческую олимпиаду уже в десятом классе. Там была бронза. Потом я еще раз туда съездил. Еще раз было серебро и золото. Ну, в целом, олимпиады – это довольно интересно. Но тогда для меня, как для участника, это была игра. Потом, поступив в университет, я уже стал отходить постепенно от олимпиад. Участвовал еще кое в чем. Значит, не помню. Большое значение в этом олимпиадной подготовке сыграл, конечно, Игорь Алексеевич. Конечно. Тоже двукратный золотой медалист, чемпион мира по теории был среди школьников. Который занимается подготовкой молодежи и подготовкой к олимпиаде всероссийской, школьников и студентов. Ну, мы немножко, как мы будем обсуждать с вами, как договорились. Ну, вот сейчас мы как раз переходим к этой теме. К олимпиадам. К олимпиадам. Вы, как вы видите, значит, мы, Миша, несмотря на то, что моложе меня на сколько-то лет, даже боюсь называть. 52. А? 52. 52. Вы знаете, а пришли мы с ним в химию примерно одним и тем же путем. Странно или нет, но это действительно так. Мы пришли с ним через эту систему олимпиад, систему состязаний. Ну, я могу вам сказать, что у нас все заведующие кафедры на химфаке, это бывшие призеры, победители и призеры. У нас все, на кафедре у меня половина победителей и призеров разного уровня работает. То есть, вопрос олимпиады – это вопрос очень серьезный, я считаю, злободневный. Это не игра, это не, значит, вот какая-то забава детская. И на самом деле все это, мне кажется, очень серьезно. Серьезно еще почему? Потому что ведь для всех известно, существует проблема. Проблема – как научить юного молодого человека реализовать знания, которые он получил в школе, в вузе. То есть, ты можешь много знать, много помнить, чего сейчас есть компьютеры, может быть, даже и не надо. Но, а как использовать эти знания? Что с ними дальше делать? И вот олимпиада, что такое олимпиада? Это мы с Мишей беседовали как раз. Что такое олимпиада? Олимпиада – это по существу контрольная работа. Это контрольная работа в какой-то профессиональной отрасли. Контрольная работа бывает одного уровня, второго, третьего, вплоть до мирового. Но это контрольная работа. Это контрольная работа, анализирующая знания, способность учащегося, неважно, студент или школьник, способность его реализовать эти знания. Проблема суперважная. Это основа. В конце концов, ты можешь ходить, я знаю, например, исходя из моего опыта, я ведь работал 10 лет методической комиссии СССР, и 5 лет из них возглавлял выпускной класс. Я знаю, у меня перед глазами были ребята, которые знали очень много, но они совершенно не могли не решать задачи, не анализировать. То есть, знания – это одно, а способность их использовать – это совсем другое. Это, конечно, естественно, очень важно. Конечно, в первую очередь ты должен иметь знания, а во второй очередь… И вот Олимпиада, она как раз подводит итоги вот этим знаниям, полученным. Что? Для чего нужны тебе эти знания? Ты должен… Вот Олимпиада и создает эти возможности. Поэтому вопрос об организации Олимпиад всяких уровней, начиная с школьных, к сожалению, и студенческие должны быть Олимпиады, вопрос – это очень важный вопрос, как мне кажется. Можно называть по-разному. Можно для красоты это назвали Олимпиадой. Потому что действительно… Ну, ты назови… Миша, поезжай на международную контрольную работу. Ну, как-то звучит как-то смешно. А другое дело – ты едешь на международную Олимпиаду, есть сразу ассоциации такие. Это… Но суть-то не меняется, это контрольная работа. И вот здесь, конечно, что изменилось? Изменилось вот где-то с 2010 года на химическом факультете. Мы… На химическом факультете мы изменили свое отношение к Олимпиадному движению. С 2010 года. И я просто пытаюсь коррелировать с ЕГЭ. ЕГЭ у нас был 207. И когда мы снова приступили к работе с молодежью, более усиленной… Вот он интересно рассказывал про Олимпиаду, которую он выиграл. А ну, Миша не рассказал это Олимпиады. Проводим мы восьмиклассников. Для восьмиклассников. Где по физике, химии и математике. Правильно? Это называется у нас Олимпиады естественных наук. И вот мы отбираем самых сильных физиков и математиков, ну, и немножко знающих химию, потому что восьмом классе химия очень небольшая. Мы отбираем. Потом Борис Николаевич загонял их под пресс Игоря Алексеевича Седова, нашего старшего сотрудника кафедры физической химии. И вот дальше он сготовил. Ну, конечно, у него огромный опыт собственных участий. Он у нас пока, по-моему, непревзойденный медалист среди всех участников. Да, наверное? Потому что у него две золотых Менделеевской, две золотых международных, три абсолютных победителя Всероссийской Олимпиады. То есть он у нас по числу наград самый непревзойденный. И вот он готов, он передавал фактически опыт. Но потом есть одна хитрость такая в этом Олимпиадах. Вот Миша тут напомнил, когда, я будем так говорить, я занимался воспитанием молодежи, их настроем, да? Миша знал, что для того, чтобы побеждать, нужно много знать. А чтобы много знать, нужно все знания уложить. И поэтому Борис Николаевич сказал, Миш, так же, как Игорь Алексеевич у свое время, а давай будем сдавать курсы. То есть вот ты готовишься в девятом классе, у тебя хорошая база знаний. Давай сдай за целый год. Я договариваюсь с заведующим кафедры, с одним, у нас двое, да, читают ведь. Амира, профессор Амиров, профессор Улахович. И вот он сдает один курс, второй курс, третий. То есть в чем суть? Он уже с такого возраста систематизирует свои знания. У него знания очень систематизированы. И это очень важно. Он, кстати, один из... Сейчас попью немножко водички. У него очень серьезные, очень обширные системные знания. И вот немножко такая хитрость, когда у тебя есть стимул выиграть эти Олимпиады, но Борис Николаевич хитрый. Он говорит, что надо для этого вот такие-то курсы освоить. Ну, как? Во-первых, это тоже хорошо. Правда было? Приятно. Ну, как? Ты в девятом классе сдаешь за первый курс. Ты в десятом классе сдаешь такое-то. Все. Сколько ты нас сдавал курсов? Фактически у тебя ты в первом семестре, он в первом семестре, у него почти все сдал. В первом семестре, ты находишься первого курса. Михаил, все-таки хотелось бы узнать, как ты вот сдавал вот эти все экзамены? Говорили уже о курсах, и вот дальше, когда ты уже поступил? Ну, то есть, все-таки надо понимать, что когда я поступил, у меня даже довольно-таки небольшая часть экзаменов осталась, хотя самая сложная. К ним я приступил уже, обладая сложившимся довольно систематическим уровнем знаний благодаря Олимпиадам. И довольно успешно я все это сдал. То есть, как это все проходило? Скажем, коллоидная химия. Мне Борис Николаевич сказал, ну вот в этом семестре сдавишь коллоидную химию. Ну, месяц я сидел, читал учебники, еще целых полгода я выполнял практические работы, но основная подготовка, она совершалась за месяц. То есть, в короткий срок я осваивал большую информацию, для этого были все возможности, и после этого, проконсультировавшись с преподавателями, я, собственно, сдавал экзамены. После этого, надо, наверное, еще сказать об Олимпиадах, что Олимпиады у меня не закончились, и студенческие Олимпиады, они для меня играли очень большое значение. То есть, я вот это все сдал, коллоидную химио-химическую технологию, органическую, химио-физическую, и ездил дальше. Был студенческий форматим-камп, и была международная Олимпиада в Аране, последняя для меня. А вот скажи, сильно ли отличаются школьные Олимпиады от студенческих? Вот на твой взгляд, как мощного такого химика? Всероссийская Олимпиада по химии, она идеологически довольно сильно отличается от международной. Это раз. Среди школьников. А вот международная Олимпиада среди школьников очень похожа на студенческие Олимпиады по химии, потому что именно международная Олимпиада по химии и студенческие Олимпиады, они проходят в форме наиболее близкой к экзаменам и контрольным. На Всероссийской Олимпиаде еще нужно чуть-чуть такой креативности, там задачи на смекалочку иногда не требуют знаний и требуют умения подойти с необычной стороны. Но когда я ездил на студенческие Олимпиады, где проявляется уровень знаний, именно их системность, обширность, фундаментальность, я соревновался на Кимкампе со студентами со всей России и СНГ, и я предоставил очень хороший результат, я был очень рад, потому что всех своих бывших конкурентов, которые на год меня старше, на два, на три, то есть я был на первом курсе, Олимпиадники были вплоть до последнего курса аспирантура и даже преподаватели уже молодые. Я всех обыграл, правда проиграл одному белорусу, ну ладно, не страшно. О чем это говорило? То есть все это были международники, они все приехали с, казалось бы, колоссальным уровнем подготовки после школы, но изучение программы на первом курсе, оно дало возможность в принципе продемонстрировать тот же уровень, что и студенты МГУ, РХТУ и прочих всех университетов, ведущих университетов СНГ, в тот же уровень и по сути даже лучшие знания. И то же самое было в Иране. Так что да, вся эта подготовка к Олимпиадам, она недаром прошла. И сейчас уже я приступаю к научной работе, надеюсь, что чего-то достигну. Ну, будем надеяться, что действительно ничего не достигну. Борис Николаевич, что-нибудь вот по этому поводу? Ну, я хочу что сказать. Значит, то, что Миша рассказывает здесь, вы сразу, наверное, почувствовали, что Миша остался в Казанском университете и к нему отношение было соответствующее, так сказать, соответствующее его потенциалу, его подготовке. То есть, несмотря на то, что он учился в группе вместе со всеми и так далее, отношение было к нему индивидуальное. и я думаю, что в конце концов он пришел к выводу, что все-таки не зря, я думаю, он остался в Казанском университете, потому что, ну, насколько мне известно, эти, такими условиями твои коллеги, победители таких условий в Московском университете им никто не предоставляет, да, Миша, по-моему? Нет, нет. Поэтому это вот одна из составляющих, когда мы говорим о том, что, ну, действительно, на химфаке уже есть хоть маленькая какая-то система началась, остаются победители и призеры, это связано с тем, что химфак относится очень бережно и с интересом к молодым людям вот с такими незаурядными успехами в школьные годы, и мы надеемся, что эта традиция сохранится и поскольку мы еще принимаем участие серьезное в подготовке школьников к олимпиадам, мы надеемся, что мы будем каждый год у нас будут оставаться несколько таких звезд, или звездочек, как уж сказать правильно, вот, и это будем считать, это какой-то тенденция, во всяком случае мы будем работать над этим. Ну, здесь еще, Миша, вот я вернусь к нашим разговорам, часто не у всех мнение, что олимпиады вот что-то они дают, действительно, но может для многих они ничего не дают, я беру, так сказать, разные факультеты, потому что действительно остаются победители призеров не так много в университете, в этом смысле кажется, что это, значит, вроде бы не приносит пользу, но здесь надо задуматься над тем, что, значит, как мы сами относимся к этим школьникам, к этим призерам, к этим победителям, и если мы позитивно очень относимся, я думаю, что мы найдем, можно найти общий язык, и ребята будут оставаться, потому что в Казанском университете сейчас созданы прекрасные возможности, и прекрасное оборудование, и ученые, и все у нас, собственно говоря, все у нас есть для того, чтобы молодежь могла себя реализовать, значит, не хватает некоторых таких моментов, такого настроя, потому что нам необходимы молодые, талантливые силы, ну, что касается, вот я говорю, олимпиады, для нас это очень серьезный вопрос, вопрос, вот я рассказывал, в 2010 году у нас 207, а уже в 2013 был специалитет 258, за три года на 50 баллов, а в 2014 году, вот, мишин курс, мы превысили уровень московского университета, по ЕГЭ, четыре года подряд, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й год, у нас идет специалитет плюс бакалавриат, где-то на уровне 250, 251, плюс-минус 2, то есть мы вышли на некоторую стабильность, ведь очень важно, когда к нам поступают сильные вот такие победители олимпиад, ведь, как говорят, земля слухом полностью, так вот, когда знают, что есть олимпиадники, которые поступают в Казанский университет, сильные остаются в Казанском университете, тихонечко начинают сильные тоже идти в Казанский университет, это, ну, некое, будем так говорить, условно, грубо, стадное чувство, сильные, раз идут сильные, значит, сильным там сильные находят, это как некие символы, вот эти победители олимпиад и так далее, значит, поэтому поднимается у нас вот этот уровень и он держится стабильно, это первый вопрос, то есть, химфак за счет вот этих, вот этой олимпиадной работы, это как основной элемент, ну, у нас еще другие формы работы, есть и клуб юных химиков и так далее, но в целом, все ведь определяется, ну, как вам сказать, вот, вот эти символы, ну, как в спортивной команде появляется один-два очень сильных игрока и все около них тоже начинают учиться, стремятся, и вот все вот это, вот это чувство, что там сильные, туда сильные идут, надо пробовать. Но тут еще надо добавить, что вот сильные взаимодействия между младшим и старшим поколением, оно гораздо слабее, чем между мной, например, и теми, кто на два года младше меня, поэтому те, кто со мной советовались поступать туда или сюда, они мне действительно очень сильно доверяли, ну, и другим, то есть тем, кто со мной учился еще, все мы советовали, мы говорили. Да, конечно, мы не можем точно знать, как там в МГУ дела, и не можем говорить точно, что вот у нас лучше, у них нет, но все-таки мы с уверенностью говорили, что, в принципе, мы сейчас все в хорошем положении. Ну, это нормальная практика, когда у старших курсов спрашивают, куда идти, на какую кафедру, вы знаете, действительно, Миша совершенно правильно затронул, я не хочу обижать нашу великую Казанскую химическую школу, но дети, все чемпионы, они остаются не из-за того, что здесь работал Бутлеров, я понимаю, что это вызовет шквал критики в мой адрес, вот, а потому что Миша Ягофаров, Миша Ягофарову доверяют больше, чем Борис Николаевич, больше, чем Владимир Ивановичу, мнению, если Миша Ягофарову нравится учиться на химическом факультете, то и будет хорошо Булату, и будет хорошо Амиру, и будет всем, всем будет хорошо, значит, они верят, верят их родители, понимаете, это очень важно, очень важно не упустить вот этот момент, ну, и я еще, конечно, очень важный, важный второй вопрос, вы затронули Олимпиады, и Миша здесь сказал, есть очень важный момент, который мы используем на химфаке, каждый год, уже 4 года подряд, наши студенты, уже студенты, ездят в Иран, вот, задачи и цели, и участвовать там в Олимпиаде, называется у них Исламская Олимпиада, вот, значит, и туда они ездят, и встречается самое главное, задача самая главная, там, это сопоставление элиты казанского химфака с элитой московского химфака, то есть, сравнить уровень, вот они уже проучились, вот они выступают студенты, они выступают по программе студенческой, ну, и, ну, я не буду об успехах, когда школьники, они там и школьники выступали, получали призы, и обыгрывали Шанхайский университет, лучший университет Пакистана, после этого они, правда, пропали и не стали появляться на этой Олимпиаде, но самое главное для нас Московский университет, вот, представляете, мы выровняли сейчас ЕГЭ, и очень важно проанализировать ситуацию, а что с этими в плане образования, вообще, какое у нас образование, мы ведь не можем судить об образовании по количеству семинаров, по количеству оборудования, по количеству, мы должны выставить людей, они решают там контрольный, причем за первые три курса, то есть, это общие, общие фундаментальные курсы химии, и вот результаты, в прошлом году, два золота бронза, у первых трех одно золото, два серебра, да, то есть, паритет, ну, по уровню, у московского университета у нас было два золота, у них одно золото, у нас одна бронза, у них два серебра, ну, один уровень, в этом году, Миша уже не ездил, вот, в этом году у нас одно золото, одно серебро, одна бронза, причем бронзу завоевал школьник, Амир, который поступил сейчас к нам на первый курс, хотя программа вся за третий, с первого по третий курс, ну, вот, я говорю, подготовка, она вот эта Олимпиада дает возможности вот такие себя реализовать в этом направлении. Дальше, и, значит, Москва, золото и два серебра, ну, вы видите, мы выровняли паритет в плане ЕГЭ, чего мы добились с помощью этих Олимпиад, и паритет в плане, значит, сопоставления лучших с элитой студенческой, нашей и московской, то есть сумели скоррелировать приход наших лучших, их учеба, и они пришли и говорят, они выходят с ними и говорят, ну, ребята, мы ни в чем не уступаем, элитимон, это здорово? Конечно, здорово, потому что на основе чего можно сказать, хорошее ты получаешь образование, так вот на основе состязания, или, ну, неважно, состязания, ну, пошел, написал, как я проверяю знания учащихся, я даю им контрольную, правильно? Вот они идут, решают контрольную, решают, причем решают в Иране иранские условно задачи, решают МГУшники и КГУшники, и получают один паритет, это же, то есть мы сейчас очень спокойно, мы говорим, общее образование наше не хуже абсолютно московского университета. Ну, тут еще надо добавить насчет одного из участников, который ездил, то есть в этом году ездило три участника, Лукин, Езатурин Амир и Балматенков Дима. Лукин, ну, так же, как я, он в школьные годы был победителем, а Балматенков, он был призером все-таки. И в школьные годы, он явно уступал победителям из МГУ, которые приехали тоже соревноваться с ним, а теперь продемонстрировал один, тот же с ними уровень, то есть два года, которые он провел, у нас он явно не проиграл. Два года он проучился в Казанск, он не испортился. Более того, когда они на школьном уровне были на голове его выше, на студенческом уровне, все, он вышел на их уровень и даже обыграл двоих. Вот, я что хочу сказать, это вот, это очень важно. Вот участие в Олимпиадах, это очень важно. Все, сейчас наши студенты могут спокойно говорить о себе, у нас не хуже, чем у них. Причем не голословно, не по качеству оборудования лабораторного, не по познанию. А ведь это была большая проблема, потому что когда я поступал еще, тогда меньше поток был и в чем-то даже было стремно оставаться в Казани. То есть многие уезжали, говорили, а чего ты остаешься? А сейчас такой тенденции уже нет, сейчас все изменяется. Сейчас уже наоборот, все стремятся, да? Сейчас, корее всего. Нельзя сказать стремятся, но во всяком случае, когда нам заявляют, что вот они такие, а мы такие, нам, химикам, этого заявлять не надо. Мы доказываем это, как говорится, в борьбе, в состязаниях. Мы имеем ЕГЭ, запускаем уровня московского и имеем студентов лучших уровня московского и доказываем это, ну, так как можно доказать единственным способом. ни деньгами, ни оборудованием, ничем, а знаниями. А что вот дали вот эти Олимпиады нашему химическому институту? Ну, я уже сказал, что уровень, сейчас уровень наших студентов, ну, будем так говорить, если мы имели средний уровень, в 10-м году имели 3-4 оценка, то сейчас мы имеем средний уровень поступающих на химфак, это ближе пятерки. Понимаете? Это уже и учеба сейчас, фактически, учеба, уровень учащихся, ну, на балл, то, что мы увеличили балл, это точно реальный балл. Оценки можем любые ставить, но это реальный балл. Все преподаватели уже чувствуют, приходит другой народ, другой народ, и это очень важно, это нужно. А это и преподавателям интереснее работать с специалистами. потому что у нас сейчас вот я вам рассказывал, ведь мы из этих сильных факультет создают одну группу суперсильных, там средний балл, вот Миша учился в этом году, 270 баллов, то есть там все сидят, 25, 24 человека, 90 бальники средний балл за экзамен. Это очень сильный контингент. И это тоже позитивно, потому что все это потом пойдет в аспирантуру. проучившись блестяще в университете, они пойдут в аспирантуру. Это вот потенциал 25-30 человек, это то, что мы принимаем на химфаку. Вот что дает химфаку, это наше будущее. Оно делается сейчас, оно делается вот, причем это же тоже очень длительный процесс. Вы можете представить, надо брать 9-й, 10-й, 11-й, дальше, 3 года, 3 года, значит, он учится, потом распределяется по кафе, 2 года он еще учится, а выходит, через 4 года аспирантура, 12 лет надо на то, чтобы действительно серьезно работать и подготовить молодого талантливого специалиста. Серьезно, 12 лет. Конечно, этот процесс очень его закладывал, но если его не заложишь, ничего у нас не будет. Химфак в этом смысле я считаю очень успешный и результаты ну просто очевидные. Мы никогда не могли мечтать, чтобы мы были на уровне Московского университета. А теперь мы спокойно это говорим. Ребята у нас на уровне Московского университета, ЕГЭ у нас на уровне Московского химфака. Вот и все. То есть про оборудование я не говорю, это оборудование можно купить, а вот создать образование, создать вот эти мотивы, мотивацию у студентов со школьных лет воспит, потом переход, потом они уже то же самое начинают наукой. Миша уже начинает очень успешно, и я надеюсь, что через 2-3 года он просто зачтит диссертацию. Вопрос, может быть, это произойдет вместе, естественно, с окончанием университета и завершить работу над диссертацией. Но это за счет чего понятно? Если он на первом курсе сдал почти все, сейчас он свободен, у него много времени для науки, он занимается сейчас, работает на диссертации, у нее есть своя тема научная, и она начинается, уже работа идет успешно, и я думаю, что это тоже, это тоже, это акселерация, ускорение этого процесса. Хорошо, но будем надеяться, что в дальнейшем к вам на химический институт будут приходить больше олимпиадников, и наш Казанский институт химии, нашего Казанского федерального университета уже будет не на уровне московского, а уже, надеюсь, выше московского института. Ну, это сказано очень оптимистично. Важно, важно, что, ну, как бы мы не хотели, не говорили про московский институт, плохо или хорошо, московский институт есть московский университет, и, естественно, мы должны ориентироваться на университет номер один, а мы должны ориентироваться на химфак номер один, и мы ориентируемся, и, по крайней мере, в основе, вот я уже рассказывал, запускаем ЕГЭ и имеем хороших студентов не хуже, чем в московском университете. Вот это можем сказать полноценно. А как дальше будет с наукой и так далее, это еще более сложный процесс, но основа на химическом факультете, она создается и создается основательно и глубоко и основательно. Вот это и есть наш положительный результат. надеемся, что будет потом, как получится и так далее. Но основа заложена. Когда ты строишь дом на серьезном фундаменте, ну, ты же знаешь, что он не развалится, уж не развалится он, наш кемпакт должен точно. Фундамент сейчас закладывается. Будем на это надеяться, что ваш фундамент продержится много-много лет и действительно будут хорошие студенты и хорошие выпускники. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Борис Николаевич Соломонов, заведующий кафедрой физической химии профессор и Михаил Игофаров, студент третьего курса химического института. На этом все, наша программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание. Увидимся, как обычно, в это время в четверг 19.15 на нашем канале. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok